Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре будет микрофончик от Luit Luit MTP 250DM Вот такой красивенький, собственно И, пожалуй, мы сделаем с вами вот так Это, собственно, у нас микрофон от Behringer XM8500 И это бюджетный микрофон И мы, собственно, сравним В будущем Позже, собственно, мы их вместе сравним Этот Luit стоит около 100 долларов А этот около 20 долларов Уже наглядно вы можете слышать их, скажем так, разницу Возможно, кому-то она покажется несущественной И в какой-то мере он будет прав Поскольку многое зависит также и от аудиоинтерфейса В данный момент мы пишем с вами на Focusrite Scarlett Solo 3-го поколения И да, как всегда, по традиции Мы начнем с вами с распаковки Приступим Так, вот наш пакетик с сайта Toman Пишемся сегодня в необычной обстановке Вскроем наш пакетик И посмотрим, что там внутри Вот таким образом это все делаем И внутри нас встречает, собственно, сам пакетик от Luit Так, вот, собственно, наша коробочка от Luit На задней стороне у нас уже виднеется сам микрофон в разобранном виде Вскроем скотч Так, открываем сам пакет В комплекте у нас дермантиновая сумочка такая от Luit Документация На ней застрять внимание, как всегда, не будем Поп-фильтр Такой держатель для микрофона Кстати, прикольный Тут такая уже резьба внутри встроена И такая крутилка Такого я, конечно, не видел Обычно это все надо делать отверткой То есть, да Такой надежный держатель И, собственно, сам микрофончик Luit MTP-250DM Вот так вот он выглядит Красивенько на самом деле Но вся эта верхушка, скорее всего, будет спрятана под поп-фильтром В данный момент вы это все слышите И иногда некоторые пэшки все-таки пролетают Хотя в данный момент вы слышите много Вот такой немножечко маленький пакет кокаина Поп-фильтр И еще один маленький пакетик Да В данный момент вы слышите этот микрофон Так Открутим Я пишу в данный момент за кадром Дабы избежать лишних шумов Сама эта мембрана Динамическая, да Это динамический микрофон, собственно, да И да Вот это уже встроенная ветрозащита Закрутим И да Без поп-фильтра я вам не рекомендую Им пользоваться Поскольку Если бы я сейчас говорил бы без Встроенной Без этой ветрозащиты Которую сейчас вы видите в данный момент То этот микрофон бы ловил бы конкретные пэшки Но сейчас я говорю в него Прям И всякие сибилянты не проскакивают Перейдем, собственно, к тестам Этого микрофона Да, вот таким вот образом этот микрофон будет звучать Без поп-фильтра, собственно Только при этом он будет ловить все возможные пэшки Это, в принципе, можно поправить при помощи пост-обработки Настоятельно рекомендую использовать, собственно, поп-фильтр, который находится в комплекте И тогда сможете использовать пополный ваш девайс МТП-250ДМ Как я уже ранее говорил Это, собственно, качественный и доступный динамический микрофон От австрийской компании Льюит Которая, если читать по буквам, будет звучать как Левит Но правильно она произносится как Льюит Как пишет сама компания Льюит у себя на... Немножечко такой proximity эффект Как сама компания Льюит пишет у себя на сайте Это надежный, отлично собранный и хорошо звучащий динамический микрофон Который великолепно подойдет для использования на разнообразных мероприятиях Будь то музыкальный концерт Конечно, странно Но зато сможете, собственно, брать эту сумочку с собой Которая, да, немножечко, с моей точки зрения, немножечко бесполезна Поскольку мало кто носит микрофоны со студии Хотя, напиши в комментариях, если это действительно так Поскольку, возможно, это просто в моем личном опыте Такое, что я лично никогда не уносил микрофон из дома Не знаю, везде, куда я приходил Где надо было писаться, хоть это и редко было Везде были микрофоны А за тем редким исключением Если я собирался куда-то и где-то что-то надо было писать То мне нужен был, скорее, не микрофон, а диктофон По типу Zoom H1N Да, собственно, что очень хорошо в этом микрофоне Это динамический микрофон Он пишет мало шумов, которые находятся за ним, собственно И у него такой частотный диапазон Как пишет сам Льюит у себя на сайте Что он, его динамический диапазон настроен По частотному отклику для вокала В отличие от Беренджера, да, в него будет хорошо говорить Но он стоит 20 долларов, а этот около 100 Все, что касается вокала, стоит немножечко больше денег Но, скажу, что в это тоже можно петь Но звучать это будет не очень качественно Наиболее лучшим вариантом для записи вокала Будет, конечно же, конденсаторный микрофон с большой мембраной Там звук будет гораздо качественнее И это, собственно, суперкардиоид А если я буду говорить уже с этой стороны, меня уже не слышно То есть надо говорить ближе к центру Поговорим немножечко о его характеристиках Частотный диапазон от 60 Гц до 18 кГц Сопротивление 280 Ом Максимальное сопротивление 1 кОм Что позволит вам в него не только петь Но и снимать, допустим, какой-нибудь электронный кабинет от электрогитары И размеры его 49 на 179 мм Вес его составляет 0,335 кг То есть 335 грамм Сейчас вы, собственно, слышите Льюит И сейчас же мы перейдем обратно на Behringer Чтобы сравнить, как это все будет звучать в сравнении Так, вот И это, собственно, звучит сейчас уже Behringer XM8500 Говорим при том же гейне Гейн у нас 90% Да, 90% И по записи у нас минус 6, минус 3 децибела Вот таким вот образом это все звучит Снимем поп-фильтр Да, и если говорить вплотную Он также будет ловить себе пэшки Вдали его не слышно И говорить только в него, в принципе То есть если отдалить, это уже не то пальто И при этом он Тоже пэшки ловит Поэтому помимо 20 долларов В него еще нужно 5-долларовую ветрозащиту вложить Перейдем, собственно, обратно на Льюит Вот И, собственно, вы можете уже сравнить Даже можно немножечко гейна убрать Чтобы... Ладно, ладно, перейдем к тестам этого микрофона Гейн в данный момент выставлен на 80% Говорим мы без поп-фильтра И если покрутить этот микрофон И говорить с боковой стороны Этот микрофон будет звучать вот так Если убрать этот микрофон где-то на 20 сантиметров Этот микрофон будет звучать вот так А если выкрутить гейн на 100% То этот микрофон будет звучать вот так На расстоянии полувытянутой руки Этот микрофон будет звучать вот так И, что удивительно, этот микрофон слышно В отличие от Behringer Но вернем наш гейн на 90% Чтобы говорить непосредственно в сам микрофон И, как вы слышите Если говорить вплотную, как это делаю я Лучше пользоваться какими-никакими микрофонными приемами То есть микрофон надо убрать в сторонку И говорить непосредственно не в него А говорить рядом И чтобы ваши пэшки улетали куда-то в сторону Либо пролетали мимо То есть оно летит обычно точечно Рассветали ягоды и груши Да, протестируем небольшой proximity effect На гейне в 70% Но при этом вам нужно будет его держать Вот так вот близко перед собой Что еще? Есть небольшой минус этого микрофона Когда вы его трогаете Да, протестируем этот микрофон собственно с гитаркой Как же можно петь под этот микрофон Пою я конечно не очень Но некоторым возможно придется по вкусу И вы сможете услышать собственно Как может теоретически звучать этот микрофон с обработкой и без Да, и будем использовать собственно стандартный поп-фильтр Поскольку если его не использовать То мои пэшки будут проскакивать Христос прозябает последствия Ждет вердикт до две тысячи лет Алчная власть Стихийное бедствие От из которого спасения нет Дождь из пекла льется из глаз Черная бездна смотрит на нас Дальше не будет дороги другой Я слитый в пекло, я за тобой Попробуем без поп-фильтра Дождь из пекла льется из глаз Черная бездна смотрит на нас Дальше не будет дороги другой Я слитый в пекло, я за тобой Да, вот собственно вот такой вот динамический микрофон у нас на тесте был Что удивительно, этот микрофон является универсальным Поскольку в него можно даже и петь И также разговаривать и делать видео для ютуба и тому подобное Даже конференции по скайпу будут у вас теперь достаточно качественными Да, вот такой вот фантазмагорический микрофончик у нас сегодня на обзоре был Больше про этот микрофон мне сказать нечего Если что-то не упомянул, пиши как всегда в комментариях А если уж полез в комментарии, поставь лайк и подпишись Ну а с тобой был Дядя Бен Желаю тебе всего хорошего и до свидания